Мы сейчас с вами находимся у работного отца, и вот именно в этом, да, вариант, здесь представлены работы с мазика, скажем так, моего полесия, выставки моего полесия, в основном где представлены деревья. Отец на самом деле очень любит образность в деревьях, и если вы посмотрите даже вот, да, на первую работу, он назвал ее Македон. Я думаю, что глубина этой работы на самом деле потрясает, и многие, кто на нее посмотрит, найдут в ней на самом деле тематику и Армагеддона, и Чернобыля. То есть хочется сказать, что все эти работы отец снимает на Полесе, но также в тех местах, которые являются выселенными, которые являются тоже частью Чернобыльской катастрофы, и представляют собой ту боль, ту боль, которую многие люди, скажем так, несут с собой по поводу произошедшей катастрофы, и являются напоминанием об этом событии. То есть это с выселенных территорий и так далее? Да, да, отец уходит на все места, скажем так, не как дела, на каждого человека, нехоженными тропами, находит эти сюжеты, и получается такие работы. Данная работа, крик, крик, на самом деле, я думаю, не нужно лишних комментариев, глядя на эту фотоработу. Здесь реально ощущаешь эту энергетику, крика, крика души, можно даже так сказать, выражение, снова-таки, дерево. Данная работа очень интересная, отец дал ей достаточно такое, я бы сказала, с юмором название, хотя, в принципе, его сегодня было очень интересно послушать, какие названия дали бы зрители, да, и у всех были разные, разное видение. Но вот вариант отца, его видение этой работы, он назвал ее «Утренние новости», что достаточно, я считаю, харизматично для данной работы, но снова-таки это деревья, это тема деревьев, что очень ценно и интересно и нестандартно. И хочу акцентировать внимание вот на этой работе, она прошла у нас финал открытого конкурса «Золотая рысь», который сейчас проходит в Белоруссии с международным участием, и называется эта работа «Природа как предчувствие». Тема беженцев 2015 года, потому что, я думаю, глядя на эту картину, ассоциации именно такие, и отец это подчеркнул, он это увидел. И я думаю, что если вы внимательно, пристально присмотритесь, на самом деле, да, тема беженцев здесь природой, прямо просто, скажем так, бьет, бьет. Природа как предчувствие, лучше и не природа еще. Прекрасно.